Что представляет собой российский парламент сегодня? Какие законы принимают и чьи интересы защищают депутаты? Об этом в нашей программе стоит задуматься. В студии Регина Лисаченко. Здравствуйте! Это последний выпуск нашей программы в 2019 году. Сегодня подведем итоги и расскажем, как изменится жизнь россиян в 2020-м, что необходимо знать, чтобы не попасть в просаг, чего следует избегать и каким нововведениям лучше подготовиться заранее. Пенсионная реформа, сколько надо иметь баллов и какой должен быть трудовой стаж, чтобы выйти на заслуженный отдых в 2020 году. Новые налоги, рост акцизов, дорогие автомобили и добро пожаловать в самозанятые, что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года. За честную конкуренцию к ликвидации приговорили муниципальный автотранспорт и котельные. Уходящий 2019 год запомнится россиянам прежде всего увеличением пенсионного возраста, запуском мусорной реформы и похудением кошельков за счет роста НДС на 2%. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь гражданам, повышение тарифов ЖКХ провели в два этапа – 1 января и 1 июля. В 2019 году заработал так называемый налоговый маневр. В результате к маю розничные цены на бензин выросли чуть ли не на 10%. Властям пришлось вводить ручное управление отраслью и увеличивать бюджетные доплаты нефтяникам за сдерживание цен на топливо. Влетело в копеечку – 400 миллиардов рублей. А вот на подарки в 2019 году законодатели оказались скупыми. Вспомним, к примеру, разрешение на бесплатный сбор валежника в лесу и вступление в силу закона об обязательном страховании вкладов для малого бизнеса на сумму до 1 миллиона 400 тысяч рублей. В 2019 году Государственная Дума приняла 530 законов. Около 50 из них вступят в силу уже 1 января. Мы сделали подборку самых важных изменений в российском законодательстве. В новом 2020 году граждан страны ожидает масса не самых приятных сюрпризов. Один из главных – на пенсию мужчины смогут выйти в 61 год, а женщины в 56 лет. Речь о родившихся в 1958 и 1964 годах соответственно. Правда, есть две оговорки. Наработанный стаж должен быть не меньше 11 лет, а количество пенсионных валов не ниже 18,6. Что из числа людей предпенсионного возраста, работу имеет только 29% человек. То есть 71% предпенсионеров, не получая права на пенсию в 55-60 лет, при этом и не имеют работы, не имеют официальной занятости. Это не наши данные, это опять же данные финансового института при Минфине Российской Федерации. При этом требования к будущим пенсионерам с каждым годом ужесточаются. Если пару лет назад власти требовали насобирать всего 11 баллов, то в 2025 году, чтобы стать пенсионером, в 60-65 лет, соответственно, необходимо иметь 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. Что касается самих пенсий, то они будут проиндексированы в новом году на 6,6%. Мы проанализировали этот рост пенсии на ближайшую трехлетку даже. Он действительно падает. Реальный, я повторяюсь, рост за минусом инфляции. 2,5%, 2%, 1,8%, в 2023 году будет 1%. То есть никакого реального повышения, несмотря на то, что 10 миллионов наших граждан вынуждены будут дополнительно работать и не получат причитающихся им пенсионных выплат, не произошло. Никакого реального врывка не произошло. Это всем понятно. В индексации пенсий работающим пенсионерам и военным в 2020-м отказано. Впрочем, есть и приятная новость. С нового года для всех регионов вводится единое правило расчета индексации пенсий по старости. В 2020 году, согласно новой методике, добавка в 6,6% будет производиться после региональной доплаты до прожиточного минимума, установленного в регионе. Единая формула позволит исключить случай неправильного начисления, что приводило к заниженным выплатам. Страшнее, чем пенсионная реформа. Под занавес осенней сессии на охотном ряду был принят резонансный закон о ликвидации унитарных предприятий, который уже назвали псевдоприватизацией. В проигрыше окажутся обычные граждане. Их ждет рост цен в тех сферах, где раньше работали мупы. А это пассажирские перевозки, бытовые и коммунальные услуги, культурные и спортивные организации, муниципальные аптеки. Если коротко, то получено добро на ликвидацию унитарных предприятий на так называемых локальных конкурентных рынках, которым может проявить интерес малый и средний бизнес. Проще говоря, планируется минимизировать расходы государства на содержание убыточных мупов. Вот этот закон с муниципальными предприятиями сыграет другую злую шутку. Это еще пострашнее, чем пенсионный возраст. Дело в том, что сейчас муниципалитеты владеют водоканалами, коммунэнергами. Те, которые поставляют жизненно необходимую воду, газ, электроэнергию, водоотведением занимаются. Вот это хочет хапнуть частный сектор. Унитарные предприятия зачастую работают себе в убыток. Но частники этого делать не будут. В итоге нас ждет рост цен. Но это в лучшем случае. Что будет, если мупы ликвидируют, а бизнес на новых местах работать не захочет? В правительстве пока не уточнили. Сегодня зачастую единственным инструментом спасения территории от жилищно-коммунального коллапса есть лазейка создания или воссоздания через МУП жилищно-коммунальных служб. Вы, приняв этот закон, лишаете такой возможности. Есть и лакомые кусочки, которые попадают под новый закон. Например, в столице это Мосгортранс и Московский метрополитен. Скажите, пожалуйста, зачем делать акционерное общество со стопроцентным акцией государства? Ну, что это дает? Кроме возможности сделать коммерческую структуру внутри стопроцентного государственного ООО и необоснованно поднять заработную плату, оторвав от реальных результатов деятельности. Ликвидация ГУПов и МУПов должна быть завершена к 2025 году. Минфин ожидает, что к этому времени в России останется менее тысячи таких объектов. Есть, правда, и исключения. Закон пока не коснется унитарных предприятий, работающих в районах Крайнего Севера, а также выполняющих задачи национальной безопасности и обороны. Ждут россиян и новые поборы. С 2020 года в налоговый кодекс будут включены еще пять платежей. Экологический, утилизационный, туристический сбор, оплата за использование дорог федерального значения и налог на недвижимость для операторов связи общего пользования. С 1 января увеличатся ставки на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил, мотоциклы, бензин и на большинство подакцизных товаров, в частности на сидр, медовуху, игристые вина, пиво, табачную продукцию, электронные сигареты. Но самым громким и резонансным, на наш взгляд, стал закон о введении налога на самозанятых еще в 19 регионах России. Список пополнили регионы-доноры и регионы с городами-миллионниками. Итак, граждане, которые способны добыть себе на пропитание без помощи государства, будут обязаны выплачивать ему налог 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. Этот закон не о налоге, это закон о дебилизации общества. Вот с этой самой трибуны звучала цифра 30 миллионов людей, которые не работают и не платят никаких налогов. 30 миллионов плюс 4 миллиона безработных, 34. Это половина всего населения трудоспособного возраста. Половина идет массовое увольнение учителей и врачей. Это вы тоже знаете, это звучало с этой трибуны. Мы выгоняем из сферы производства людей в сферу вот этих самых самозанятых. Недавно Федеральная налоговая служба обобщила первые результаты эксперимента по четырем субъектам Российской Федерации. Это Москва, Московская и Калужская области и Республика Татарстан. В качестве самозанятых зарегистрировалось 330 тысяч человек. Суммарно они заработали более 40 миллиардов рублей. Миллиард отдали государству. Это закон не о деньгах. Это закон для людей, которые хотели бы выйти из тени. Именно поэтому, благодаря уникальной технологии, которая отработана была, которая была изобретена в нашей налоговой службе, и родилась идея создания бесконтактного общения этих людей. Однако эйфория улетучивается, если, например, рассчитать средний доход одного самозанятого в год. Это всего 122 тысячи рублей или чуть больше 10 тысяч в месяц. А это меньше, чем мрот. Эти люди, которые раньше работали учеными, учителями, врачами, работали на токарных станках с числовым программным управлением, они скоро потеряют свои навыки и перестанут быть квалифицированными специалистами. Эти люди уже не изобретут космический корабль, они не изобретут космическую энергетику, они не изобретут пороха. Это будут люди, которые занимаются случайными заработками и не смогут работать в высоких технологиях. Налоговикам и напрягаться особо не придется. С 2020 года резко вырастут налоги на малый бизнес. Плюс 5% пунктов в имененный налог. На 10% больше придется платить предпринимателям, работающим на упрощенке, потому что для них вырастут взносы в ПФР и ФОМС. Так что мелкий бизнес. Добро пожаловать в самозанятые. И все-таки кое-кого законотворцы пожалели. Вошли в положение. Студентам, аспирантам, ординаторам и стажерам не придется платить налог с материальной помощью, если ее размер не превышает 4 тысяч рублей. Выведены из-под налогообложения единовременные выплаты для педагогов по программе «Земский учитель». Также от НДФЛ освободили все доходы граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях. В полном объеме получат компенсацию и обманутые дольщики, вне зависимости от источника получения. И еще об одном очень спорном законопроекте, который приняли еще только в первом чтении, хотелось бы рассказать. Большинство депутатов не увидели ничего предусудительного в разрешении отстреливать диких животных в огороженных загонах. Правда, их площадь должна быть не меньше 50 гектаров. Авторами законопроекта о так называемой «Вольерной охоте» стали депутаты из «Единой России» Владислав Резник и Александр Валуев. Мы предлагаем тем, кто сегодня берет большие, может быть, чуть менее размеры земельных участков и организует там охотничьи хозяйства, я говорю о закрепленных охотничьих угодьях, вкладывают туда не государственные, они вкладывают туда свои деньги. Хотелось бы, чтобы хотя бы эти инвестиции возвращались в ноль. Сегодня такого, на сегодняшний день, сегодня такой возможности у охот пользователей нет. И данной нормой, по большому счету, мы даем возможность эти инвестиции возвращать, а может быть, даже зарабатывать на этом. Как следует из самого законопроекта, охота будет разрешена в загоне, площадь которого должна составлять не менее 50 гектаров. 50 гектаров – это 700 на 700 метров. То есть это современное ружье, которое с 500 метров бьет, фактически вот такое развлечение, причем, я так понимаю, для людей небедных. Планируется вот в результате принятия этого закона организовать. Тут пропадает вообще смысл охоты как таковой. Это действительно будет такой вот удобный расстрел. Однако глава Комитета Государственной Думы по природным ресурсам Николай Николаев заверил, что в законопроекте, который переписывали уже пару раз, учтены все риски. А чтобы охотники не сгоняли со всего леса зверей и дичь в так называемый вольер, в документе прописано право собственности на животных. На каждого кабана или на каждого фазана должно быть свидетельство о собственности? Или как-то это уже урегулировано? Идея выдать паспорт каждому кабану или фазану, наверное, она неплохая сама по себе. Давайте мы подумаем ко второму чтению. Да, есть большие проблемы и вопросы к методикам исчисления вот этой численности. Но если у вас будут идеи, как ко второму чтению, так уточнить эти положения законопроекта, чтобы точно знать, что чужие фазаны здесь не ходят, то мы будем рады вашим поправкам. Противники законопроекта уверены, что документ продавило охотничье лобби, которое усилилось в этом созыве в Государственной Думе. Они очень много вот в этом созыве выдвинули законодательных инициатив, то их не устраивает красная книга, они готовы ее выхолостить и убрать те краснокнижные виды птиц и животных, которые бы хотелось пострелять. То им захотелось узаконить, и это удалось при травочной станции. Несмотря на жаркую дискуссию, законопроект поддержали 305 депутатов, 57 высказались против, 86 парламентариев уклонились от голосования. И все же давайте предновогоднюю программу завершим на мажорной ноте. С 1 января 2020 года пособия на первого ребенка будут выплачиваться до достижения малышом трехлетнего возраста, а не как было раньше, до полутора лет. Это примерно 12 тысяч рублей в месяц, сумма зависит от региона. После четырехлетней заморозки вновь будет индексироваться материнский капитал. И с 1 января станет больше регионов, в которых из федерального бюджета будут софинансироваться ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до трех лет. На такую поддержку вправе рассчитывать субъекты, где коэффициент рождаемости не выше двух. Совсем скоро к нам придет год стальной крысы. В китайском гороскопе это животное – символ мудрости и способности выходить из любой сложной ситуации. Так что давайте не будем терять оптимизма. На сегодня все. Это была программа «Стоит задуматься» и я ее ведущая Регина Лисаченко. Смотрите нас в новом году. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok